Как разные типы мышления строят факт-карты? Есть ли у каждого типа подход по составлению? Действительно, три разных типа мышления, конструкторы, центристы и рефлекторы, создают разные факт-карты. Их различия, у этих типов есть свои плюсы в составлении факта, есть свои минусы. Просто для примера. Если мы берем рефлекторы, то он способен увидеть очень большое количество взаимосвязей между элементами. Но эти взаимосвязи, как правило, единичные. То есть они не связываются в систему. Они местами, много-много фактов, местами связываются. То есть плюс его состоит в том, что он может мыслить очень широко. Проблема состоит в том, что он не может это все сложить. И задача факт-карт обучательства. Если мы говорим про конструктора, то его особенность состоит в том, что он все время ограничен контекстом, в котором он находится. То есть ему очень сложно понять переносный смысл. И, соответственно, он находится все время в соответствующих контекстах. Задача как раз мышления состоит. Мир не круглый, не квадратный, не прямоугольный. Мир, он фрактальный и хаотический, и так далее. И поэтому вы должны уметь учитывать много разных контекстов. Именно этому учат факт-карты. Это для конструктора. Если мы говорим про центриста, то для него вот эта способность видения сущности вещей, усматривание сущности в вещах, приводит к тому, что он обрезает большое количество деталей, которые делают его, в этом смысле, слишком часто бывает, как бы сказать. Вот, да. И чтобы вот это вот сделать, нужны факт-карты. Так. Какая научная основа факт-карты? Дефолт системы мозга. Научная основа. Продолжение следует...